В настоящее время на публичное слушание прошли регистрацию 244 человек. В администрацию города поступило заявление от местной мусульманской религиозной организации города Назарова и Назаровского района Единого духовного управления мусульман Красноярского края Красноярского муфтията о предоставлении земельного участка под строительство здания мечети. То есть пятно здания, где предполагается сформировать земельный участок, вот вы видите на слайде. То есть вы видите, где это примерно расположено. Все знают жители города, наш город. Расположение этого участка указано на данном слайде. Далее. В соответствии с правилами землепользования и застройки города Назарова, утвержденными решением Назаровского городского совета депутатов от 14 июня 2023 года за номером 848, данный земельный участок расположен в зоне. Статья 24. Зона специализированной общественной застройки О2. Зона специализированной общественной застройки включает в себя участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, образования, социальной защиты и объектов, связанных с ними. В основные виды разрешенного использования данного земельного участка входят такие пункты. Коммунальные услуги, бытовое обслуживание, здравоохранение в части размещения объектов капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи. Образование и просвещение в части размещения объектов капитального строительства предназначено для воспитания, образования и просвещения. Культурное развитие, религиозное использование, обеспечение научной деятельности, амбулаторное и ветеринарное обслуживание, общественное питание, развлечение, спорт, связь, санаторная деятельность, земельные участки, территории общего пользования, а также улично-дорожная сеть. В соответствии с генеральным планом города Назарова, на территории 8 микрорайона должна быть размещена школа на 600 учащихся и зона многоэтажной жилой застройки, предусматривая строительство двух многоквартирных жилых домов. В соответствии с СП, свод правил градостроительства и застройка городских и сельских поселений, размер земельного участка для общеобразовательного учреждения, при количестве учащихся от 510 до 660 человек, составляет 35 квадратных метров на одного человека. То есть на 600 человек учащихся, это составляет 21 тысяча квадратных метров или 2,1 га. На слайде мы ориентировочно прорисовали расположение всех этих участков и их ориентировочные площади. То есть по градостроительным нормам формирование такого земельного участка возможно, и его ориентировочная площадь стоит 4 тысячи квадратных метров. Согласно еще раз правилам землепользования и застройки, максимальный процент застройки в этой зоне составляет 60%, что составляет 2400 квадратных метров, которые могут быть застроены. Данное сооружение, данная мечеть будет действовать не только как на одну молитву, как говорится, также там будут проводиться и все наши религиозные обряды. Для того, чтобы предоставить нам место, мы обратились к администрации о предоставлении данного участка нам, где глава города предложил нам именно этот участок, то есть в 8-м микрорайоне под строительство. И предоставляя данный участок, он нам почему понравился, потому что вблизи все коммуникации, электричество, вода, то есть вся инфраструктура заложена на этом удобном для нас месте. Также имеются и подъездные пути, то есть автобусные остановки, где любой житель города, района мог добраться до данного места. Говорить сейчас спорить не буду, мы конкретно именно к этому участку не были привязаны. Мы просто попросили у администрации, чтобы она нам предоставила какой-либо участок. Я искренне поддерживаю обращение мусульманского сообщества по выделению участка именно в этом районе, потому что, как сказал многоуважаемый ММА, инфраструктура, подъездные пути и желание людей исполнять свои религиозные убеждения и ритуалы. Я думаю, что жители Назарова, неважно какой они национальности, если бы стоял вопрос, нужна ли в городе мечеть, сказали бы практически единогласно. Мечеть в городе нужна, но есть но. Во-первых, это территория, которую вам дала, как вы сегодня сказали, администрация города Назарова. И у меня возникает вопрос. Почему администрация города в виде главы города дала вам эту территорию, а где сегодня глава города, который должен был бы быть здесь, смотреть нам в глаза и объяснить, почему именно эту территорию вам предлагают. Сегодня, вот правильно сказала выступающая, которая выступала передо мной, я тоже впервые услышала, когда сказали, и говорят сегодня, согнали татар. Это очень страшно. Сегодня хотят эту лодку раскачать. Зачем раскачивать эту лодку, Шамиль Минулович? Зачем? Пожалуйста, остановитесь. Вы хотите что-то наподобие Дагестана, которое мы видели около месяца назад, вы хотите, чтобы еще раз президент сказал, вы что творите? Вы в зал смотрели. Я смотрю в зал, но я смотрю на вас, потому что я знаю, что вы неоднократно ходили к главе города. Я хочу сказать о 8-м микрорайоне. Для чего мы тут собрали, да? Вот та школа, о которой все говорят и которые нарисованы, поверьте мне, ну, я себе отвожу еще сколько, ну, лет 20, наверное, отведу себе, честное слово, да? Поверьте мне, если за 20 лет в этом городе, в этом месте будет построена школа, ну, я, конечно, вешаться не буду, я вам твердо обещаю. Потому что сегодня в школе детей-то нет. А если учесть, что сегодня, сегодня закрыли еще и роддом в городе Назарово, вместе с глазным населением, вместе с глазным отделением, да? Ну, я сразу говорю, по национальности не татарка и не русская. Я немка. Родилась и выросла в городе Назарово. Все знаю. И Шамиля прекрасно знаю. Меня только вообще, как у Шамиля, под старость лет, где это когда родилась? Я не против вас, татары. Я не против никого. Ну, место выбрано. Не то. Вы понимаете, там спортивная площадка для детей. У нас дети в 14-летии болтаются по городу, им заняться нечем. Там перспеки. А Саару нашему, он пришел, ему пофиг, что в нашем городе. И он сейчас спрятался, правильно? Ну, это что такое? Вы понимаете? Нельзя. Я говорю, я сразу скажу, я не против татар, не против армян, не против кого. И я сама. А уважать, прежде всего, мы должны русский мир. Всегда говорилось так, что 8-й микрорайон, что территория в районе вещевого рынка, так называемого пески, это территория перспективной застройки города Назарова. Нельзя ставить точку на развитие нашего города. Здесь, в этом микрорайоне, нужна школа однозначно. Есть места или нет под многоквартирные дома, вопрос большой. Я на фотографиях увидел лишь место под дома, без отсутствия дворов и так далее. Это тоже неправильно. Но с другой стороны, мы здесь сформировали отличные спортивные площадки. Отличные спортивные площадки. Где бы это было видано, что за 5 лет у нас появится столько физкультурных объектов. Но здесь мы тоже прекрасно понимаем. А не хватает еще чего? Не раз уже говорилось. Чего не хватает? Бассейна. Сколько говорили в городе? А давайте будем честными. Для формирования такого объекта тоже нужны какие-то инфраструктуры и коммуникации. Никто не скажет, что не нужно. Говорилось не раз. Но да, это финансово затратно и денег, и возможно даже в ближайшую пятилетку, но это не будет. Но если мы сейчас этот участок в этом отношении не отстоим, ну перспективы строительства такого объекта в нашем городе не будет той. Где лучше должна быть мечеть, наверное, должны решать мусульмане. В городе очень много мусульман, которые спешат в пятницу попасть на молитву. Ну это для нас очень сложно. Большинство прихожан пожилые люди, они садятся на двойку, иногда двойка опаздывает, и они опаздывают на молитву. Мусульман в городе очень много. Многие мусульмане даже не знают, где находится мечеть, в силу того, что она находится там на втором этаже. Снизу находится библиотека, почта. Мы там друг другу мешаем. За последние 10 лет количество прихожан увеличилось раза в 4 или в 5. Места там очень мало. Прихожан становится с каждым годом все больше и больше. В перспективе город становится больше, и людей становится больше. И мечеть единственной прорабатывали, скажете, в другом месте, надо в другом месте. Места прорабатывались, в администрации прорабатывались, и смотрели. Везде есть свои нюансы. Этот пятак, он реально страшный пятак. Там людям по вечерам страшно ходить. Я, конечно, с уважением отношусь к другой религии. У меня просто один вопрос. Вы все говорите о правах ваших. Конечно, это ваше право, действительно, гемолиция. У вас должна быть мечеть. Это однозначно. Но вопрос в том, почему вы нарушаете права других? Почему вы жители 8-й метро-йона вообще не спросили? Вот в чем вопрос. А комфортно им будет или нет? Уже не первый раз мы поднимаем эту тему. Тогда, вроде, все успокоились. Сейчас я понять не могу, что вы делите. Я лично против мечети, строится, чтобы она в 8-м микро-йоне. Но я не против татар, мусульман, я не знаю, какой-то другой нации. У меня тоже предки были нерусские. Но вы поймите чувства людей. Вы зачем ненависть поднимаете? Столько негатива. Вы читали, послушайте, что творится. Это реально место прокляни. Ну, не хотят люди видеть здесь вашу мечеть. Ну, почему вы такие уперты? Молчите. Я говорю, вы помолчите. Давайте возьмем две стороны. Давайте послушаем, успокойтесь. Одна сторона, значит, вы хотите мечеть, да? Мы не хотим. Вы почему воспринимаете нежелание строить мечеть так? А мы как должны вас воспринимать? Если до этого, если до этого я относилась ко всем нейтрально, сейчас вы понимаете, вы извините, у меня просто негодование и ненависть появляются. И все так. Вы зачем разжигаете? Враждух. Я понять не могу. Первое. Все сегодняшние слушатели, участники публичных слушаний, конечно же, бесспорно понимают то, что мы многонациональны. Это первое. Второе. Это то, что мечеть в городе Назарова нужна. И еще один важный момент, который сегодня участники публичных слушаний немного неправильно понимают. Евгений Викторович, я обращаюсь к вам, что нужно сейчас разъяснить всем участникам то, что принятое решение на публичных слушаний носит рекомендательный характер. То есть, решение о выделении участка будет принимать глава города. Я не ошибаюсь? Совершенно верно. Вот глава города будет принимать решение о выделении участка. То есть, сегодня, уважаемые Назаровцы, мы обсуждаем, обсуждаем этот вопрос и высказываем мнение по поводу этого вопроса. Но никак не принимаем решения. естественно, что мнение наших граждан это самое важное, что мы хотели бы услышать. И сегодня таких мнений два. Первое, за то, что место выбрано для мечети, ну, которое мусульмане согласны, естественно, поддерживают. И жители восьмого микрорайона, жители восьмого микрорайона считают, что не очень удачно выбрано место. Я прошу сейчас всех и участников слушаний, и Евгений Викторович, администрацию города, для того, чтобы не заводить дальше этот вопрос в тупик, потому что сейчас, кроме каких-то негативных чувств, мы не примем никакого определенного решения. Все-таки создавать согласительную комиссию, изучать, обсуждать мнение. и больше вот этот вопрос неподготовленным таким, не выносить на публичное слушание, потому что сейчас, находясь в зале среди жителей, я слышу совершенно страшные вещи, которые не могу ни сказать, ни промолчать. сегодня. Ребята, мы вас все любим и уважаем, мы с вами ходим в одни поликлиники, больницы и везде, везде. И в школы они тоже также ходят с нами, поэтому школа должна быть здесь однозначно, потому что у нас у всех есть внуки и дети, и они не должны, там детский садик, и школа с утра до вечера слушать ваши намазы, правильно? Потому что кому-то это нравится, а вот нам там не нравится. Вот, ребята, нам там не нравится. Понимаете, вот такая вот история. И вот я считаю, что мы должны подумать не только про то, что нужно построить мечеть, а сегодня я еще раз хочу подчеркнуть, как все выходящие, что никто не против, чтобы строительство мечети было. И я хочу, чтобы это все поняли, и хотя бы немного негатива из своего сердца, души, из голоса, которые выкрикивают и хлопают непонятному по поводу, хотя бы убавили. Потому что все сидящие за строительство, против выбранного места. И я тоже против выбранного места, и я скажу почему. Я хочу, чтобы вы услышали то, что просто вы не слышали, это люди говорили. Когда мы утверждали градостроительный план, мы думали про то, что город должен развиваться. И он будет развиваться. И за последние годы много сделано проектов, которые радуют всех нас. Я думаю, с этим никто не будет спорить. У нас в городе очень сильная система образования. И сегодня дети начальной школы обучаются во вторую смену. Нам школа, когда мы утверждали этот градостроительный план, я тоже принимала в этом участие, просчитывали всю рождаемость, в том числе и что она уменьшается. Школа одна, было много, несколько было школ у нас в градостроительном плане. Одну оставили. Именно в этом месте, именно в этом микрорайоне она нужна. И если мы понимаете, мы должны думать вперед, сегодня вот вы отвоюете сейчас это место, да примет единогласное решение кто-то. Когда все сейчас участвуют в проектах, город наш очень активно это делает, и система образования тоже. Если нам готовы будут выделить деньги на строительство школы, мы с вами где будем искать место? Скажите! Это все наши дети! Понимаете? Поэтому давайте у меня предложение нужно создать инициативную группу о том, о чем уже говорили, разных я даже не хочу про национальность говорить, я знаю, мы с вами сотрудничали, нормально работали, я тоже всех вас знаю, людей разных мнений предложить разные площадки, их много, обсудить, вынести это все на голосование, а потом уже действительно подготовлено выйти на публичное слушание по поводу какого-то места. Все-таки ваше мнение доведу до главы города, я предлагаю создать согласительную комиссию, пригласить на понедельник на 11 часов желающих участвовать в этой комиссии представители различных конфессий, приходите в администрацию, в малый зал, мы запланируем совместное с вами совещание и выслушиваем все ваши предложения касающиеся выделения этого места.